Так, а сейчас Алексей Борисович технику в партере показывает. Захват за предплечье, не за тимомон, а именно за предплечье. Заправить очень легко, но сейчас мы лежим на животе, на коленях как-то, ну, заправляется легко. Забирает такой. Перебегаем. Правой рукой правую руку за предплечье, правое колено, вот этот уголочек, жестко, жестко вот в этот угол поставить. Неправильное сравнение. Предплечье. Правое колено, жестко, должно вот сюда вот упереть. Не туда. Туда не будешь. Поднимать в неудобное для него положение. Диагональ. Удобно? Нет. Конечно, нет. Перехватили. Поезд. Здесь ему уже деваться просто некуда. Ему только лишь бы крутиться туда, чтобы избежать болевого. А это сразу удержание. Либо ждать, что я делаю в любую. Моя задача не упустить. Я сажусь. Я не стою на коленях. Я сажусь к нему на плечо. Туда. Все, попробуй туда. Некуда. Туда. Вы понимаете, что все там удержание. Вот туда. Приклещем. Логоточек в неудобное положение. Сразу. Туда. Туда. Ему вход отшит. Туда. Внутри руки. Ради Бога нахуй упадет. Вот и удержание. Понимаете, да? Сидя. В сторону головы. Пробуем. Алексей Борисович, вы вот показали сейчас один из вариантов перехода на болевое или удержание. И так и так. Да. Не расслышал. Это ваша ученица. Она, что вы сказали вот до этого. Выиграла шесть поединков. Шесть из восьми. Это где было? В первенстве России в Рязани. По дзюдо. По самбо. Да. То есть восемь поединков было. И шесть из них. Вот именно эта техника. То есть эта техника такая очень эффективная. Эффективная техника и имеет два выхода, как вы видели. Это или выход партнера на удержание или на рычаг локти. Захват. Вот. Ребята. Пробуют выполнить эту технику. Вот видите, мальчик в синем кимоно сейчас перешел на удержание. Валерий Максимович. Валерий Максимович. Как вам сегодняшнее занятие? Ну, самое интересное, конечно, сразу мы вот обращаем внимание. Базовая подготовка джидаистов. С каждого элемента скрупулезно. Как взять охват, как перейти, в какое положение удобное для нападения. И очень интересно. Поэтому вот это для нас необходимо. Поэтому мы и приехали сюда учиться, чтобы знать, как это все делать. Потому что, честно говоря, в Якутии у нас все-таки страна борцовская. Но в основном в футбольная борьба. Все мы вместе с нашей национальной борьбой. Хапсюга. Потом вольная борьба. Самбо. И джида, конечно, подстегаем вот ее. Благодаря вот таким поездкам. Благодаря хорошим предложениям. И людям, которые вот стараются дать все возможное, что они знают. Ну и, конечно, мы ее поприветствуем. Мы вообще рады, что приехали сюда. Это как раз даст возможность нам хоть и за короткое время изучать уже какие-то элементы необходимые для достижения победы. Спасибо. 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 У вас напомню, что мы находимся на открытом уроке Алексея Борисовича Орлова. Город Пушкино, Московская область. Спортивный клуб Содружество. А сегодня здесь на тренировке присутствуют спортсменки, две из Якутии. Своим тренером Герасимом Валерием Максимовичем и также ученицей школы рок-дюдо. Вот так проходят учебные занятия в небольших клубах в Московской области, где вырастают потом чемпионы России и чемпионы мира.